Здравствуйте! Сегодня на библейском портале Экзегет мы с вами будем отвечать на те вопросы, которые прислали зрители, которые вызывают у них недоумение, затруднения, и которые просили, чтобы священники этого канала, этого портала помогли им разобраться с не вполне понятными для них местами Священного Писания и жизни Православной Церкви. Ну вот, например, задается такой вопрос. Любить или не любить мир? Как между собой соотносится фраза Иоанна Богослова «Не любите мир, а не того, что в мире» — это первое послание от Иоанна, 2 глава, 15 стих, и словами из Евангелия от Иоанна, 3 глава, 16 стих, «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Ну, как вы знаете, для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, что вообще говоря, в нашем языке слово «мир» имеет очень разное значение при внешнем их сходстве. То есть это такие слова-аммонимы, которые одинаковы по имени, но при этом несут совершенно противоположный себе зачастую смысл. Итак, на самом деле есть понимание слова «мир», ну, во-первых, как особенного душевного состояния, духовного состояния, состояния примиренности с Богом. От этого же слова происходит и слово «смирение». Это одно значение слова «мир», которое даже различается у нас в русском языке, по старой орфографии даже различалось написанием. Но даже в самом слове «мир», которое используется в отношении окружающего нас мира, тоже присутствует некоторая разница восприятия. Во-первых, есть слово «мир», обозначающее мир как космос, как вообще все это божественное творение, созданное Богом, созданное изначально прекрасным, созданное изначально безгрешным. И вот именно этот мир прекрасным и безгрешным и приходит спасти Господь. Именно его он возлюбил и возлюбил настолько, что отдал Сына Своего Единородного для спасения этого прекрасного, созданного им божественного мира. В то же время существует другое значение этого слова «мир», которое как раз-таки отражено в послании Иоанна Богослова, которое увещевает нас не любить ни мира, ни того, что в мире. Оно не относится, как вы можете прекрасно себе понять и представить, к тому, чтобы мы ненавидели прекрасный, созданный Богом мир. Это было бы достаточно странно, чтобы мы ненавидели тот самый мир, за который распялся Христос. Дело в том, что под миром у христианских авторов, начиная со времен апостольских, очень часто понимается совокупность человеческих страстей, совокупность человеческих интересов, не выходящих за пределы мира земного, мира материального. И вот в таком виде это понятие мира противопоставляется и миру духовному, и миру, как прекрасному творению Божию, за которое Господь пролил свою кровь и распялся. То есть мир в этом понимании Священного Писания – это скорее несовершенное человеческое общество, построенное на греховных отношениях, построенное на служении своим страстям. Вот это именно тот мир, который мы не должны любить. Это тот самый мир, влияние которого мы должны избегать в своей жизни. Тот самый мир, который нам заповедано ненавидеть. Как видим, при том, что эти слова звучат тождественно, на самом деле смысл совершенно противоположный. И те понятия, о которых говорит апостол Иоанн в своем Евангелии и в своем послании, они совершенно противоположны по своему внутреннему содержанию, своей сути. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...